Выбрать машину трудно. То подходит машина, не подходит цена. То подходит цена, не подходит машина. И когда нашёл идеальную машину с идеальной ценой, счёт идёт на секунды. Оформите инькофф автокредит и на новую, и на машину с пробегом. Японцы делали вещи. Раньше. В какой-то момент, мне кажется, мы свернули не туда. Дорогие друзья, всем салют, с вами Костя. Я рад приветствовать вас на канале Брукландс. Как вы можете видеть, за моей спиной стоит вот такая замечательная картина. И записываем начало ролика мы сейчас, потому что Игорян всрал звук с прошлой версии начала. Но тем-то лучше, потому что я могу вам рассказать о том, что будет в этом самом ролике. Во-первых, мы до неузнаваемости преобразили Nissan 350Z. Я лично ещё не видел, но Никитос сейчас будет мне показывать. И вас ждёт прям интересная история. Второе. Мы разберём комментарии и, наконец-таки, рассчитаемся за наши конкурсы. Потому что у нас были долги с вами от розыгрышей. Ну и третье. У нас не так давно стукнуло 300 тысяч подписчиков. А мы обещали вам, что на эту круглую сумму мы устроим розыгрыш для одного из ваших автомобилей. Поэтому присаживайтесь поудобнее, дорогие друзья. Не забывайте подписаться на канал. Потому что сегодня вас ждёт много всего интересного. С вами Костя. Брукландс. Мы начинаем. Что у нас обновилось? У нас появился бампер. Чё, давай засунем его. А как мы его засунем? А, вот так. По-моему, уже хорошо. Готово. Снято. О, вот так именно зазоры на этой машине будут правиться. Короче, брат, давайте так. Вы не в курсе, да? У нас с момента, как мы её в сервисе сделали, месяц прошёл. Ну, примерно. И весь этот месяц, весь этот чел сначала был со мной согласен по цвету. Да? Сначала. Короче, лев. Подожди, подожди. Лев, да. Давай, давай скажем, что я переобулся. Но я объясню, почему. Давай. Потому что если не переобуваться, ноги будут вонять. Брааа. Да, да, да. Каждый день новая обувка. Короче, мы очень долго думали. Плёнка, которую я хочу, она в наличии. Притом, что, ну, была, по крайней мере, на прошлой неделе. А сейчас с поставками винила большие проблемы. И у нас, как бы, круг выбора достаточно узкий. Но неважно. Плёнка, которую я хочу в целом, в целом. Узко? Ты меня плохо знаешь. Не-не, мы сейчас вставим картинку. Всё это оставляй, Горян, конечно. Дальше людям уже неинтересно стало. Для того, чтобы сделать машину в тот цвет, в который я хочу, нужно прям вот, прям мужиком быть. Это в кавычках, я бы так сказал. Потому что сделать так, как нравится всем, это... Не, я не говорю, как нравится всем. У меня есть определённая палитра, там, из, так скажем, трёх цветов различных, да? Вот. У меня один. У него один. Единственное, что, если его нет в наличии, я готов рассмотреть какой-то другой. Я пытаюсь его спасти. Я готов. От всего, чего позора. От меня можешь не спасать, там тень клеится, брат. По идее, по идее, эта серия вышла, когда тень уже вышла. Поэтому парня, меня можешь не спасать, брат. Скорее всего, вы его больше не увидите. В общем, я ехал сюда и решил, что нужно по-мужски решить. Прямо так? Прямо по-мужски, да. Вот так, что ли? На суефатах. Я так и знаю. Давай до трёх. Первый. Повед? Да, первые ножницы. Кто выигрывает, тот решает. Кто трясёт, тот... Я не помню, как говорят. А вот так можно делать? Давай. Цу-е-ножницы, цу-е-фа. 1-0. Цу-е-ножницы, цу-е-фа. 2-0. Видишь, я же говорю. Цу-е-ножницы, цу-е-фа. Цу-е-ножницы, цу-е-фа. Что это было? Вы видели? Это на повторе. Можно? Это был читинг. Вот это что? Сейчас было. Хорошо, давай засчитаем. 2-1. 2-1, хорошо. 1-1, цу-е-ножницы, цу-е-фа. 2-2. Цу-е-ножницы, цу-е-фа. Да! Да! Брат, ну ты сам просрал. Ты сам просрал. Дебил. Ну ты сам просрал. Все. Просто, пацаны, простите, но это будет ужасная машина. Вот реально. Смотри, я, если что, готов, если вдруг нету этой пленки сейчас в наличии, ну типа отдать следующую-то тебе. Блин, я сейчас позвоню срочно, я варакал скажу, чтобы если кто-то будет звонить, чтобы ее точно не было. Все, ладно, я пошел заказывать пленку. Смотри, я варакал. Душнильские истории. Рубрика «Разбор комментариев», которая вам в прошлый раз очень сильно понравилась. Мы на самом деле даже подготовились, мы повыбирали комментарии в этот раз, а не просто рандомно листали, сидели. Но в целом ничего не поменялось. Но мы старались, да. Я успел жениться, кстати, принимая ваши поздравления. Да, поздравляем, поздравляем. Я был на свадьбе, это было круто, красиво. В общем, еще раз напишите Костяну поздравления в комментариях. Ну и что, мы начинаем, наверное. Да, давай, кто первый? Ну давай, что уж, если начинаем, так начинаем с тени, наверное. А на шумевшем, так скажем... Это наш прошлый ролик, да. Да, да, да. Давай. И пишут вот там разные комментарии. Я весь выпуск с таким нетерпением ждал итога, а в итоге х** не буду продолжать. Была тень, стала тянь. Название видео. Уничтожили легенду и переделали ее цвет. Ну, Барби же сейчас в топе. Кстати, да, мы просто в трендах, ребят, да. Тут есть комментарии. Если бы не сказали, что авто на самом деле не розовое, я бы ждал видео, как Давидыч с вами судится. Потому что в конце ролика, в итоге, если кто досмотрел этот ролик, Костян там как бы намекает на то, что... Я не намекаю, а прямым текстом. Прямым текстом говорит о том, что она будет другого. Но самые внимательные, самые внимательные, наверняка заметили, что кусок, где я говорю, что она на самом деле не розовая, да, он записан еще у расклеенной машины. И вот в этом кадре, в уголку вы можете это видеть. Это было до того, как мы ее поклеили в розовый. В данный момент времени, когда мы пишем это видео, она действительно в розовом золоте. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Пленка, купленная мною в сентябре 22-го года. Почти год она лежала на складе. И эта идея родилась еще раньше. Поэтому я думаю, что с Тенью лучше всего подписаться на канал и дождаться третьей серии. Вы все поймете, я вам обещаю. Вот там все. Это будет финал. Это будет финал. Третья серия, финал. Следующий ролик перед Тенью, да. Это гелик Влада А4. В первую очередь хочу поблагодарить всех за то количество просмотров и обратной связи, которые вы нам дали. И самый просматриваемый ролик. Это самый просматриваемый ролик на данный момент. Но он в целом неудивительно. 2-1 миллиона. Ну да, да. Ну как, неудивительно. Для многих удивительно. Потому что там пишут комментарии о том, это, мать его, кто. А ты расскажи, кто это. Ну, начнем с того, что Влад, как я сказал в ролике, самый известный человек в СНГ, да? Просто. 45 миллионов подписчиков. Сейчас, возможно, уже 46. Возможно, больше. Или даже 47. Но наша аудитория его не знает просто потому, что он работает на детскую аудиторию. Сразу. Могу сказать, что за Влада и двор стреляй в упор. Потому что у меня была возможность лично с ним пообщаться. Да. Понять, что это за человек. И давайте объективно, каждый, кто считает, что вот он там пришел к этому незаслуженно, давайте вы пойдете и поснимаете по 5-6 роликов в неделю, в неделю, ладно, по 3-5 роликов в неделю на протяжении трех с половиной лет, вот, каждую неделю. И вот когда вы это сделаете, да, физически, вот, находясь во всех этих роликах, продюсируя их, прогнозируя их, придумывая их, снимая их. Мы за три года не дошли до такого результата, чтобы делать 4 ролика в месяц. Ну, 45 миллионов человек подписчиков, это оправданная цифра. Не, он сам по себе, кстати, еще вообще ровный. Влад очень крутой пацан. Надо заметить, что ему как бы 27 лет, многие не догоняют, да? Да. Потому что он достаточно взрослый уже. По сути, мой ровесник. Я старше его на год. Ты ему скажи, ты скажи аудиторию, что как он помог ролику стрельнуть. Ага, слушайте, вообще, это единственный человек из всего медиапространства, который настолько вовлекся в продвижение ролика. Да. То есть он мне в пол первого ночи лично записывал голосовые сообщения про то, как лучше назвать ролик, про то, какую лучше обложку сделать. Больше скажу, обложку сделала его команда. И диктовал мне теги каждый из 70 тегов. Он говорил, какой удалять, какой оставлять, какой работает, какой не работает. Человек сам лично в пол второго ночи это делал. Ни один человек, который с нами работал. Блогер, да. Настолько никогда не вовлекался. За что Владу огромное спасибо. Самый, наверное, популярный комментарий под этим роликом, это про то, как Влад закрывал номера. Сейчас вы видите вот этот кадр, когда он закрывает регион. Ребят, он не пытался скрыть номер, чтобы вы его не узнали. Потому что количество внимания, которое привлекает Влад, оно такое, что скрыть этот номер просто невозможно. Он закрыл регион для того, чтобы показать, что там идет А4 и остальные нули. Все. Все. Больше никакой мысли у него в этом не было. Он не пытался его закрыть. Вот такой вот популярный комментарий. Собрал 243 лайка, если что. И 31 ответ. Вот. И да, его номер А400ОО177. Никто не пытался это скрывать. Чтобы вы знали, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, как вы можете заметить, автомобиль у нас стоит в отличном боксе. Да? За козла. Почему? Потому что нам нужно покрасить суппорта. Если суппортами на Сливиной, на Сливиной Лехе, я хотел сказать, на Лехиной Сильвии у нас вопросов в целом не было. Вот здесь, конечно, нужно понять, при том, какой у нас цвет колес и цвет автомобиля. Какой у нас цвет автомобиля. Вот какими должны быть суппорта. Я, честно, еще не придумал. Причем это нужно сделать максимально оперативно, потому что в целом-то автомобиль у нас подготовлен под оклейку. Ну, клеится, я напоминаю, она будет с проемами, соответственно, это все у нас тоже будет делаться. И у нас нигде не будет засветов, родного света, ну, практически. Скоро нас ждет прям карамелька, вообще будет. Я еще думаю, что мы его керамикой сверху покроем, потому что поликом мы его не будем вскрывать. В общем, не имеет это смысла в данном проекте. Сушнильские истории. Придем к следующему ролику. Это была Сильвия Щербакова. О, давай. Давай. Вот. И тут, собственно говоря, комментарии разные. Но на самом деле большинство из этих комментариев достаточно позитивные. Да. Но были люди, много людей, к которым цвет не особо зашел. Они посчитали, что он достаточно яркий. Ну, не знаю, это, наверное, вкусовщина. Мне этот цвет очень зашел. И если бы вы вживую его увидели, я думаю, что многие бы поменяли свое мнение на этот счет. Потому что он действительно такой яркий, насыщенный и подходит спорткупе японскому. Я могу сказать, что... Чем является Сильвия С4. Я могу сказать, что вот Игорян как ни старался вытащить цвет, цвет кори, в жизни все равно это совершенно другая картинка. А про гейства Леша все в целом сказал. Да. Жидеями до него далеко. Это я сейчас, забегая вперед, оправдываю свое решение по 350Z. Вот в японском тюнинге до гейства ты не доберешься, мне кажется, никогда в жизни. Ну, наверное. Ну, там сложно. Там можно желтые, розовые диски, разноцветные. Все блестяще. Спойлер полностью в стразах. И все равно это будет джидеем. Это будет прикольно. А купил BMW, гей, сразу. Понимаешь? Тут... Как это не гейство? Гейство в каждом персонаже этого ролика. Вот, собственно говоря, Moto Channel написал. Мне кажется, нам пора признаться, Никита. Блин, а мы в прошлый раз признавались или нет? Подожди. По-моему, что-то было такое. Не знаю, но... Они же даже в кольцо не поверят, понимаешь? Они скажут, да он специально надел, чтобы не заподозрили. Да, кстати, 10% девушек, которые нас смотрят, они как бы, ну все, обломались. Осталось 90% парней, держайте. Которые не поверят в это. Да, да. И раз уж мы заговорили про GDM, я предлагаю перейти к следующему ролику. Это Nissan 350Z, да, по совместительству с первой нашей выставкой. Ой-ой-ой. И там много было комментариев позитивных, респекта за эту машину и за все. И спасибо вам огромное за такую обратную связь. И я, на самом деле, выбрал комментарий, который являлся у нас с тобой камнем преткновения. Потому что здесь пишут, сделайте ее, пожалуйста, в стиле Underground 2. Это будет просто мега-пушка, все копируют форсаж, а вот NFS вообще никто. И я, на самом деле, разделяю эту позицию и согласен за исключением одного очень важного момента. Это бюджет. Потому что конкретно этим примером и конкретно этой машиной мы стремились и стремимся, и вы в конце ролика это все увидите, показать то, что при не супер больших деньгах в наше время можно ездить на классной стилевой культовой тачке. А для того, чтобы сделать машину из Underground 2, нужен обвес, нужен спойлер, нужны колеса. Очень-очень много всего нужно сделать. Это, во-первых, долго, и, во-вторых, очень-очень дорого. Можно было сделать не из Underground 2. Есть куча других. Стоп, все, я отвечал на комментарии. Так, предлагаю на этом сделать один из розыгрышей. Давай. Вот, как будто бы пора, потому что, честно говоря, мы немножко подзатянули, и часть размеров закончилась. Brooklyn. Сейчас, на самом деле, как раз холодновато стало. Я думаю, что уже самое время осенью в ней гонять. Классная такая толстовочка со 124-м волшком. Дотянули, дотянули, да? Мы только из-за этого не разыгрывали раньше. Актуально было летом, да. И сейчас мы еще чуть-чуть огня вашего соберем, потому что мы с Никитасом вчера пора. Мы общались и решили принять ничью в нашем челлендже. Ой, да. В том, кто купил тачку круче, он вот тот 911-й или я 63-й 201-й. Я сейчас прочитаю комментарии даже, которые, собственно говоря, объективно, объективно пишет The Supply. 911-й выигрывает просто даже из-за своей культовости и стиля. А мерз – это неприметная старушка, которая доживает свои времена. И Костяна не спасает даже состояние салона. В общем, кто за 911-й? Ставим лайки. Красавчик. То есть я подготовил комментарии про ничью. Ладно, ладно, я должен был. А ты, значит, попытался сейчас отыграться за что-то. 6,3 вот это вот он орал. Ладно, смотри, на самом деле я подготовил комментарии. Каждая машина по-своему уникальная и занимает особенное место в автомобильной культуре. Каждая из них отличается по характеру езды и получаемым эмоциям на дороге. Сравнивать две совершенно разные философии смысла нет. Они обе красивые, гармоничные и хорошо выглядят для своих лет. Я считаю, что таких автомобилей уже не сыскать на рынке. Такие автомобили нужно беречь и любить всем сердцем. Спасибо за видео. Вот, молодец. Как его зовут? Его зовут безд8475. А давай знаешь, что сделаем? Вот ему толстовку подарим. Просто потому что развернутый ответ дал. И человеку, который был первым. Вот вдвоем красавчики считается. Считается. Все. У меня нету ника, но есть юзерайди. Ну вот у меня тоже как бы. Вот, вот, вот. И как раз таки мы по нему и свяжемся, потому что очень часто ребятки неблагоразумные делают фейки. То есть получается у нас два победителя, да? Да, да. Две толстовки подарим. Две толстовки безд8475. Мы с вами свяжемся сразу после выхода этого ролика. Да. Победила ничья, и на самом деле я могу сказать, что правило, как бы вообще историю челленджа придумали мы с Игоряном. Я был уверен, что Никтос приедет на BMW. И вот тогда было бы логично посчитать, поспорить и тому подобное. А когда он приехал на 911, который реально крутой, еще из-за такие бабки, ну, типа, это правда. А я приехал на машине, которую вы никогда не купите. Мне кажется, мне кажется, ну, тут ничья. Я согласен. Да. Зетка практически полностью поклеена. Нам остается, по сути, ее только собрать. Также нам остается доделать суппорта. Сразу могу сказать, что цвет вот немного, немного не тот, что я хотел. Потому что я хотел, чтобы он был чуточку потемнее. Но, к сожалению, в наличии такой пленки не оказалось. А времени ждать ее по полтора-два месяца у нас не было. Поэтому мы выбрали такое цветовое решение. Ой, и я прям в предвкушении ваших комментариев по этому поводу. Но я достаточно давно понял, что нужно делать так, как вот чувствуешь. И не важно, что говорят в целом. Поэтому она такая, как есть. Ну, я прям уверен, что большинство скажет, что лучше бы Никита выиграл. Ну, вот проверим в конце. Колеса у нас готовы. Собственно, нам остается, как я уже сказал, только дособрать ее. Проемы готовы практически полностью. Нужно будет отхимчистить салон, который здесь в целом в хорошем состоянии. Ну, за исключением некоторых пластмасочек. Но это мы тоже все в порядок постараемся привести. В общем, продолжаем работу. Совсем скоро вы увидите итоговый результат. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Возвращаемся к 350Z, потому что у меня есть еще один комментарий, который достаточно важный. Потому что это не 350Z, брат. Это Fair Lady Z. Да, да. Есть такое. Это прям важное замечание, потому что, ну, все привыкли, что на нашем рынке это было 350Z. Это вот на уровне подкорки где-то. Ну, в целом. По факту, да. Ну, просто правая руля механика, это Fair Lady Z. Докопались, блядь. Докопались, ну да. Ну, Fair Lady Z. Все, блядь. Все, успокойтесь. Все. Также важный комментарий. Учитывая, как он будет в цвете, вам уже будет Fair Lady Z или 350Z. Это будет точно Fair Lady, брат. Это будет Fair Lady Z, блядь. Прям ролик так и назовем. Fair Lady Z. И еще один важный комментарий. Костя, пассажиры тоже пристегиваются. Друзья, каюсь. Да, я должен был пристегнуться. Просто так, как мы снимали на ходу, и это была первая тестовая поездка, я сел, даже думать не стал. Честно, это мой косяк. Я признаюсь. Просто ремни таких широких не делают. Ну, и это тоже. Кстати, один из последних комментариев под последней серию про тень. Вопрос, когда будем худеть. Худейте, ребят. Вот, кстати, я... Удачи вам в ваших начинаниях. Нет, вот написал Туманов 588. Заметил одно. Люди в Бруковом столстеют. 79 лайков. От хорошей жизни, ребят. Все, отписка сразу. Сейчас, возможно, кому-то будет грустно, но... На самом деле нет. Это работает от обратного. Я сейчас не оправдываюсь и, как бы, худеть пока не собираюсь, потому что собираюсь продолжать работать. Но в нашем режиме, в том режиме, в котором мы находимся, крайне сложно следить за питанием. Самое крутое... Level Kitchen, свяжитесь со мной. Самая крутая тема была, когда Костян прыгнул... Помнишь, когда ты подпрыгнул? Посмотрите, этот Рилсо, он же есть в Брукландс. Когда он подпрыгнул и стал жирнее, короче. От того момента, как пошив салона начинали, да, по-моему? Мы его делали там 3 месяца, да. И пошив салона закончили, Костян, мне кажется, поправился килограмм на 10. Ну, не на 10, килограмм на 7, наверное, да, да. Это правда, это факт. Это было смешно. И как некоторые люди написали, расширение ведущего к следующим роликам планируется. Ну, вот, собственно, планируется, судя по всему. Да, да. Вот такой, типа, хейтерский, типа, хейтерская история. Георгий Чехладзе написал. Вот смотрю и поражаюсь, насколько все скудно. Покрасили, отполировали и почистили тачку в 21 веке. Посмотрите передачу на MTV, тачка на прокачку и сравните, насколько у вас все мелко, но, сука, дорого. И сколько раз они это повторили. Он, короче, не прет на подписку. Человеку не впечатлили наши мелкие, так скажем, работы. Что ты по этому поводу скажешь? Мне кажется, просто... Брат, тебе нужно немножко подождать. Ну, чуть выдумать, во-первых. А потом чуть подождать, потому что, ну, как бы, мы постепенно развиваемся. С каждым годом все интереснее и интереснее проекты становятся. Понятное дело, что сразу мы, наверное, не можем запихать монитора. Хотя в ролике с Гурамом, вы можете, кстати, его посмотреть по этой ссылке, было очень сделано много всего, что делает West Coast Customs. Да, и, как бы, может быть, конечно, не с таким размахом, но... Конечно, в перспективе у нас будут и обвесы, и кованые диски, и все остальное. Возможно, возможно, не будет, да. Но мы, к примеру, уже, там, типа, строим свой V-класс, да? Да, да, да. Вот автобус. Он сейчас стоит вот там полностью... Скоро вы увидите, да. ...своими руками сделаны не из Китая заказанные перегородки, готовые, установленные, а именно со своими матрицами, со всем. Просто тот подход, который мы преследуем по ведению стратегии компании и бизнеса, он, как бы, предполагает качественную обработку и все свое. Вот еще, кстати, тоже такой легкий хейтерский комментарий. Вот вы, мастера, растягивать видео, и за одной обклейки на 35 минут растянули. Это какой ролик? Это ролик под Сильвии Щербакова. Стоит напомнить, что там было очень много работ проделано. Да, ну да, да. И как будто бы, если внимательно посмотреть... Как минимум, как минимум, там две оклейки. А сначала в винил, потом в полиуретан. Если что, как бы, это вот для начала. А то, что мы ее полностью подготовили, а то, что мы там, типа, купили колеса, а то, что там очень-очень много вещей было по арматурным работам, которые вы просто не увидите в видео. Завелся, завелся, короче. Мы, если бы каждый процесс, который делаем с машины, включали в ролик, вы бы смотрели трехчасовые документалки. Вот, правда, как у Стаса Асафьева. И писали бы, что это очень скучно. Да, и писали бы, что это очень скучно. Проделанная работа топ. Сама по себе слива крутая. Но голубой цвет, хотя, может, это заказ клиента, простите, лично я, как чел из Зеленограда, к этому вообще не был готов морально. Может, это я хуйня. Но нет. Я правильно понимаю, что в Зеленоград на голубой тачке нельзя приезжать, потому что ты хуйняешься? Видимо, поэтому Леха на коррекцию к нам до сих пор не пришел. Приехал. Чисто приехал, припарковался, такой, ну не, выезжать я больше не буду. Короче, в Зелик на голубых тачках не ногой. Ребята из Зеленограда, напишите, пожалуйста, можно ли к вам на голубой машине приезжать? Потому что я тут скоро соберусь, мне кажется. Человек пишет, RGB подсветка в днище? Жесть! Кто-то до этого додумался. Это статусная тачка. Сам говорил, Кадиллак, папа. Просто колхоз лютый. Антихром и полоска и норм было бы. Да и в целом-то, как бы, я полностью поддерживаю и согласен. И это было единственное, как мы решили простебать Гурама, оставив ему опцию отключения этой самой подсветки. Ну, ты ее можешь выключить, и никто не в курсе, что у тебя подсветка. С ней не надо ездить. Просто мы решили добавить... Да, возможно. Да, да. Мы решили, причем можешь с пульта, можешь изнутри. Много опций. Если хотите такую же, можете нам написать, мы сделаем. А это было просто как прикольный мув для того, чтобы его немножко стебануть, что что-то цветное мы все же сделали. Ну и, пожалуй, финальный комментарий из нашего, наверное, достаточно старого ролика. Парни, а когда будет видео про Rolls-Royce за 2 миллиона рублей? Пум-пум-пум. Его не будет. Ладно, друзья, на самом деле шучу. Это будет очень интересный и насыщенный выпуск, в котором вы поймете, как дорого стоит Rolls-Royce. Да. Что Rolls-Royce за 2 миллиона рублей, это примерно еще 2 миллиона рублей на запчасти. Еще полгода вашего времени, и он от этого старым Rolls-Royce быть не перестает. Вообще. Вот, и гарантии того, что ты еще раз через год так же сделаешь, тоже не будет. Все это время ролик про Rolls-Royce не выходил, потому что Rolls-Royce по сей день находится в сервисе, потому что там в любом случае было большое количество старых болячек, машина стояла достаточно долго, все уплотнители, резиночки и так далее. К сожалению или к счастью, только английские. Это заказ, 4 месяца запчастей. Да, с английскими запчастями вообще проблема большая. 10 тысяч евро нам стоили эти запчасти, да. Еще мы заплатим немаленькое количество денег за работу, но Rolls-Royce будет. Просто это не быстро, к сожалению. Не будет в другом цвете. Да, возможно. Ну и что, нужен розыгрыш. Да? Давай уже брать. За серию из Rolls-Royce. И первым, первым, кто написал про суть, я тоже тут на самом деле выбрал бы... Ну, давай так. Первым, кто написал, это Alex33 Левашов 3 месяца назад. И его комментарии, суть проекта это прокат, Brooklyn's Drive. С названием не попал, брат, но честно, мы пока с названием тоже не попали. Мы пока не до конца понимаем, как это будет. Второй, кто написал, вы наберете крутых тачек, отдраете и будете выставлять в МСК или в Дубае, в шоуруме или в аренду. А название Brooklyn's Heritage, кстати, ближе к какому-то интересному названию. И пишет, что уж очень хочется худи с волчком, его любимая колесница. Это у нас был Филипп Пиру, 9474, 3 месяца назад. И третий человек, который единственный указал контакты, которому вот условия, как бы соблюдает условия. Harmony Sound 8231, аренда эксклюзивных машин, Brooklyn's Luxury Cars. С названием никто не попал, просто потому что мы его сам еще не определили. И поэтому я предлагаю, наверное, этим трем ребятам толстолки подарить. Ну да, почему нет? Вот. Достаточно щедро обещали по одной, дарим пять толстолков в итоге. Да. Ну а самый главный розыгрыш на 300 тысяч подписчиков, которые мы обещали и анонсировали, вы увидите в конце этого ролика. После того, как посмотрите на новую, красивую, карамельную Fair Lady Z. Как ты назвал? Fair Lady? Fair Lady Z. Да, это твой Fair Lady, потому что ты просрал этот цвет. Прикольно, у меня нет машины и мне так никогда не делали. А, да? Да. То есть ты думаешь, что она автоматически станет твоей, что ли, после этого? Нет, но у меня есть несколько мыслей на этот счет. Я об этом позже расскажу. Нет, ты можешь рассказывать сейчас. А, ты хочешь посмотреть, насколько она жутка? И после этого... Не, ну ладно, я на самом деле же видел, как ее тут типа ваяли, собирали, делали. Просто я решил финальный результат не смотреть, потому что когда тачка собрана, это всегда чуть-чуть по другому. Я этот результат видел, и я вам скажу, что ничего хорошего не ждите прямо сейчас от этого момента. Ты можешь говорить, что угодно, в каком угодно контексте. Почему я всегда проигрываю в цуэфазе? Почему? Но виноват в этом только ты, брат. Почему? Простите меня, пожалуйста, пацаны. Я только, знаешь, чего понять не могу? Вот сейчас так-то, признайся. Ну? Мы ее изначально когда купили, мы разговаривали о том, что она... Но я же объяснил, почему я переобулся. Не важно, почему ты переобулся. Почему изначально мысль про тушеную тебе нравилась, а сейчас ты говоришь, что это мрак. Мне нравилась мысль о *** машине в целом, как бы. Но когда мы купили эту тачку, и на ней прокатились, и вдохнули... А, подожди, ты запикаешь, да, цвет? А, да. И, так скажем, пропитались этим духом вот этой японской правильной классики. Плюс пацаны все писали о том, что, блин, реально это крутая машина, такая типа пацанская. И я понял, что она не может быть в этом цвете. Ну не может быть она в этом цвете. И я, ***, оказался прав. Знаете, что я пожелаю тебе и вам всем, кто сейчас... Позитив... Нет, нет, будьте просто менее категоричными. В смысле, да? Впрямо. Все? Все в этой жизни может быть. Нет, только в контексте этой машины. В контексте всего, можно так сказать. Ну, типа думать, что цвет, который мы выбрали, типа, он там... *** Так и назовем ролик. Вот она обложка, пожалуйста. Или еще как бы... Это мыслить категориями. Нельзя мыслить категориями. Нужно быть менее... Давай, открывай. Все, вот это душное х**. Давай, давай. И ты меня еще душным называешь. Давай. Я должен еще это открывать, да? Да, да, да. Ну ты же проиграл, да. Давай. А слезы мои будут видны? Ну что, готовы? Я считаю, что нужно выбрать какие-то оттенки зеленого на самом деле. Это даже, наверное, не то, чтобы отсылка к NFS-у, но просто есть там мятные цвета прикольные. Может, он не совсем зеленый, да, но я вот здесь вот сейчас картиночку если вставим, вот 400-ик я тебе показывал туда фотку. Ну, Z-ка 400-я на антихроме, на Тиффани цвете. Выглядит очень круто на самом деле. Вообще, идея моя – это Поршевский Руберед. Я фанат этого цвета. И мы делали гелик. Понятно, что чуть ярче. Короче, я хочу розовую фуксию. Прям вот, прям вот, выколи глаза фуксию хочу. Целую я ножницы, целую я фанат. Да! Ура! Брат, ну я не знаю, что конкретно тебе не нравится. Вот, что конкретно тебя не устраивает. I'm a Barbie girl in a Barbie world. I'm a Barbie girl. посмотри на эти постановочные вот лицо типа ему нравится что ты будешь на ней ездить кайфу объектив на самом деле машина после всех процедур сильно преобразилась давай с трагировать не колено выглядело менее в этом ключе конечно меня это безусловно радует потому что она и внешне и внутренне выглядит свежо салон вообще песечка но реально хорошо что кости не решил его перешить в розовый цвет слава богу а вот тут хотя бы можно внутри находиться вот но машина реально ну прикольно смотрится за исключением именно цветовой гаммы которая безусловно на любители я на себя лишь перетягиваю эти моменты машина отлично смотрится за исключением цветовой ладно да охренительно она выглядит слушай по сравнению с тем что мы привезли по заранее мы купили базара не вот давай объективно она вот ну типа будет цеплять взгляд безусловно понятным было на его что она будет это единственная задача была брат это это проект тачки вот сколько мы вложили мы купили 600 за 610 тысячи правильно сотку мы вложили с копейками в технику чтобы она там ездила сцепление там все остальное ну и на круг вот если посчитать то что мы с ней сделали да но это еще 300 рублей 300 на итого миллион рублей у тебя за вот это вот за вот это вот не хорошо за вторую сейчас 1 2 3 объявления машин как они выглядят и как выглядит хорошо вам тоже всем не нравится конечно не нравится и парень короче иди сюда после я ладно про это это факат объективно и ладно хорошо на самом деле задумка была хорошая но почему такая цветовая гамма в итоге получилось вот это суппорта с надписью бруклэндс но сделаны они в стилистике киндер сюрпризы да вот наверное надо было все таки вот эту нижнюю часть сделать наверное в тон либо кузово верно вообще в целом я думаю что можно было иглу бы голубые суппорта бахнуть и было бы хорошо у тебя вот эта инверсия твоя щербаковская версия я считаю так что если даже абстрагироваться от цвета розового да который я уже проиграл там все понятно справедливости надо было хмаричу морей справедливости ради ты согласен что я изначально хотел чуть другой цвет ну да здесь я хотел цвет который прям очень сильно похож на porsche но он больше красноту красноту он больше в малиновый наверно и к сожалению здесь сыграла история того что этих пленок просто сейчас нет наличие ждать нужно было бы их там месяц два-три а нам нужно было делать и ну я такой ну вот это похоже это не совсем то что я хотел но в целом как будто бы я и рад потому что у меня еще будет возможность сделать рубер это еще в чём не будет делать все комментаторы такие блять тень розовая z-ка розовая ильяса ильяса написал увольте все тачки розовые в итоге ну да на самом деле так сложилось что подряд две розовые тачки и вот так они выглядят но тень ты не розовая ну типа роли розовые типа роз или не розовая напишите в комментариях если нет то вот это розовая точка на канал и вы узнаете розовая тень или не розовая я надеюсь пацаны я надеюсь вы его в комментариях просто уничтожите вот за то что он сделал с легендарной японской машины а уничтожать уничтожать надо выручить вот так за что потому что ты просрал у тебя был шанс я был поднял захотите сегодня нужно что я под свой фаброй две или три недели реально срались типа какой должен быть цвет и я в язву прошу заметить что я остался при своем а он беря был понятно я думаю меня поймут сейчас почему я переобулся ладно друзья на самом деле на этом наверное пора заканчивать но как мы говорили ранее у нас есть перед вами достаточно такой весомый инфоповод да да верно да потому что 300000 подписчиков не халам балам спасибо вам большое мы правда уже зато на 320 находимся но не ну как еще больше вам спасибо да куда кто не подписан а мы знаем что 60 процентов не подписаны нажмите на паузу и подпишитесь сейчас пожалуйста для вас вот вообще не сложно вот а мы тут вообще-то не хилые вещи делаем да такие розовые зетки например вообще-то ты сейчас обесценил про то что я говорю мы разыгрываем розыгрыш детейлинг комплекса если разыгрываем розыгрыш если что обещаю обещаю что розовый ваша машина не будет никто не захочет а как вы можете знать да по нашему ролику складом и 4 мы не так давно запустили сообщества века и сейчас на его развиваем вот и мы решили провести розыгрыш собственно в контакте вот поэтому вам нужно будет перейти по ссылке которые указаны ниже подписаться на наше сообщество найти в этом сообществе обсуждение посвященные этому розыгрышу собственно да но 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 не все так просто потрудиться и постараться тоже придется мы делаем это в третий раз на символичном 300000 подписчиков третий раз и прикол в том что раньше мы просили скинуть просто фотки написать историю а второй раз мы просили же кича выбрать там до историю в этот раз я подумал про что мы же это все на ю тубе делаем правильно и соответственно взаимодействуем с людьми видео формате и будет прикольно если участники снимут видео визитку или видео рассказ и покажут свою машину и докажут в этом видео почему именно их тачку мы должны выбрать вот неплохо да и блок мне нравится подробно критерии к видео будут также внизу вся инструкция потому что нужно сделать для того чтобы выиграть этот детейлинг комплекс тоже внизу но друзья если мы берем прошлый детейлинг комплекс он был почти на миллион рублей поэтому у вас вообще так-то очень весомые весомая возможность выиграть этому я думаю что можно постараться вот до трех минут ролик вы снимаете и рассказываете про три главные вещи вы показываете машину рассказываете что вас с этой машины связывает и объясняете почему именно ваш автомобиль должен оказаться в наших стенах вот а мы с командой выберем и возможно кто-то из вас будем два года это все просматривать я на самом деле думаю не два прошлый раз 800 заявок я смотрел ну типа за день за ну тяжелый но тут сейчас видео ну я думаю что их будет меньше потому что не как важно чем эти видео снимать ну а кто как бы упор не терпение и труд супер если поэтому удачи каждому из вас подписываемся на выка подписываемся на youtube и на самом деле сеткой мы не заканчиваем потому что у нас чё ты молчишь то мы ее сожжем либо расклеим на самом деле у нас возникла идея того как или превратить в очень интересный проект да это кстати да небольшой спойлер я думаю что проект будет называться ключ-в-ключ хороший поэтому подписывайтесь в следующей серии про нее мы все как раз заявки от разрыва возможно так все друзья спасибо вам за ваше внимание за ваши просмотры за ваши лайки которые вы конечно же ставите и за ваши подписки и за ваши комментарии я пошел читать что вы читаете про это все вот ну а ты как я уже не рассказал сам во всем этом виноват на этом заканчиваем пока пока выбрать машину трудно то подходит машина не подходит цена то подходит цена не подходит машина и когда нашел идеальную машину с идеальной ценой счет идет на секунды оформить тинькофф автокредит и на новую и на машину с пробегом